всем привет приветствую вас на моем канале в этом видео хочу поделиться с вами немножко тем что можно привезти из туниса на данный момент я собираюсь уже лететь в казахстан и вот покажу вам немножко что я приобрела для себя предыдущем видео вам говорила то что я купила себе кускусницу а так вот выглядит кастрюля этого упаковки сейчас я вам покажу как она вообще выглядит внутри также вот в таких вот туристических местах да вы можете купить красивую оригинальную керамику посмотрите какая вот эта вот красота вот например вот эта вот тарелочка просто безумно красивая мне очень нравится вот вот этот цвет и мне нравится вот такая вот тоже тарелочка смотрите такая вот маленькая тарелочка честно не знаю сколько стоит ну вот такая вот большая тарелочка вот она чуть-чуть размером больше вот показываю к К примеру, да, такая тарелочка стоит 3,5 динара. Но я считаю, что это просто крутой сувенир. Конечно, когда вы будете ехать в аэропорту, то обязательно обверните это бумагой и какой-то вашей одежды, чтобы тарелочка не трескнула посередине. Потом, смотрите, купила я вот такой себе поднос, шикарный просто. Это вообще прям какая-то невероятная красота. Такой вот стоит 5,5 динаров, как бы доступная цена. Вот это вот я покупала в местной лавочке, где нету туристов. Поэтому цена идет такая, знаете, приемлемая для местного населения. Но вы всегда помните, что в туристических местах, в туристических лавках такая вот посуда, вот такие вот сувениры, они будут на порядок всегда в цене выше, хорошо? Мне безумно нравится эта вот рука Фатимы. Вот так вот оно все-то снимается. Это можно вот отдельно везти. Вот смотрите, здесь вот такие вот орнаменты. Все это съемное. Все это можно убрать. Все это вот можно убрать. И вот получится обычная белая тарелка. Ну тоже как бы прикольная идея. Можно вот так накидать всего и в качестве подноса тоже использовать. Или вот как тунисцы используют это в плане салата. Вот сюда один вид салата, сюда другой вид салата. Ну а мы можем с вами варенье использовать, сюда орешки. Какие-то тоже сладкие сладости. В общем, очень мне нравится вот эта вот рука Фатимы. Она очень тяжелая. Поэтому, к сожалению, я везу в одном экземпляре сейчас. Но когда мой муж прилетит ко мне в Казахстан, то я, конечно, попрошу, чтобы он еще две штуки вот такой вот руки Фатимы мне взял. В предыдущих видео я вам всегда рассказывала то, что покупать и шемию. Это вот как наша халва идет, но немножко она другая. И кушают они здесь это по-другому. Они мажут на хлеб, масло и поверх делают эту шемию. Вот так вот она вот выглядит в запечатанном виде. Также вот смотрите, я купила вот такую вот большую консерву. Тунец это. Карфур я купила со скидкой за 10 динаров. Здесь вот можно наблюдать, что она идет вот 620 грамм. Идет такая вот крышка. Здесь вот дырочка, чтобы пар уходил. Теперь смотрите, вот идет сама вот эта кускусница. Вот сюда вот вы будете ложить овощи, мясо, воду, лук. Нальете, да? Сейчас покажу вот такая вот большая, смотрите, глубокая кастрюля. Идет смотрите-ка. И вот сюда уже наверх надо ложить кускус. Смотрите. Сейчас вот это целлофан уберу и покажу уже, как это все ставится. Вот так вот, в общем, это все ставится. Классная кускусница. В общем, она у меня идет здесь на 4 литра. Вы можете купить и на 3 литра, и на 3,5, и на 2 литра, и на 6 литров. Я взяла себе 4, как бы это не много и не мало. Вот такая вот она у меня крутая. Я здесь нахожусь, я не могу приготовить манты элементарно. И мне говорят, ну приготовь вкус кускусницы. Ну здесь же тоже дырочки идут, как в мантоварке. Но я хочу сказать, что реально вот этих дырочек, то что вот они идут маленькие, их просто вот не хватает. Тесто на мантах получается как бы такое твердое, не как мягкое в мантоварке. А вот здесь вот такие вот маленькие дырочки, она позволяет, чтобы кускус не проваливался вот туда вовнутрь. Ну и тем самым, честно, вот просто отлично можно это готовить. И вот послужит такая вот посуда очень-очень долго. Купила я за 46 динаров. Вы можете купить и за 60 динаров, и за 80 динаров, и за 100 динаров. За 120 динаров тоже можно купить. Ну как бы все это зависит от вас, на какую сумму вы рассчитываете. Ну а вот так вот вообще кускус правильно вот варить, вот в такой вот кускуснице. Просто в наших странах, СНГ, как бы люди покупают кускус, ну и, наверное, его просто варят в кастрюле. А вообще он готовится на пару и без крышки. В дальнейшем я планирую показать вам, как приготовить кускус. Это у меня прям мечта какая-то вам показать, рассказать этот секрет, как меня научила моя свекровь. Так, еще вот хотела бы показать вот такую вот дарбуку мы купили. Такая дарбука может быть разной формой, разным размером. У меня вот в Алма-Ате есть вот дарбука вот с такой вот, с таким вот узором. Здесь вот так вот, у меня здесь верблюды нарисованы, в Алма-Ате классная дарбука. И вот можно вот играть, вот кто увлекается музыкой. Даже детям вот очень интересно играть на вот таком вот маленьком, симпатичном инструменте. Смотрите, купила я 4 пачки с вкусом. Я безумно рада. Знаете, здесь он стоит вообще копейки. Стоит 700 миллилим. Даже не доходит до одного динара. Потому что государство помогает спонсировать сахар, муку, кускус. Ну, это то, что вот манку, что люди постоянно употребляют в пищу. Государство платит половину стоимости продукта. Поэтому цена вот кускуса здесь безумно низкая. 700 миллилим. Это меньше одного динара. Теперь хочу сказать, что у нас в Алма-Ате вот такой вот кускус, да, стоит безумно дорого. Стоит он у нас примерно 1300 тенге. Это 10 динаров примерно будет стоить за одну упаковку. Ну, как бы зачем я буду переплачивать, да. Тем более, это надо еще поездить, поискать этот кускус. Знать, в каком месте приобретать. А здесь вот я на месте пошла и купила уже 4 пачки кускуса. Ну, как бы очень классно. Вот здесь он у меня идет самый маленький, самый тоненький. Вот кускус может быть разным размером. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня лайком, пишите мне ваши комментарии. Мне будет очень приятно вас почитать. В общем, это та малая часть, то, что я уже приобрела себе вот здесь за пару дней. Потому что улетаю ее уже, ну, практически скоро. Вот. У меня есть еще два видео о том, что можно купить, что можно приобрести в Тунисе. Там и у меня и украшения, и одежда, и разные аксессуары. В общем, очень много другого интересного у меня есть в других два моих видео. Поэтому я оставлю ссылку внизу в описании, наверное. Переходите, посмотрите. Надеюсь, что вы вдохновитесь и тоже что-то интересное себе купите, приобретете. Всем я вам желаю хорошего настроения. Всех вас обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok